Задача какая-то игры. Мы все взяли за веревки. Есть определенные правила. Мы беремся за концы веревок. Таких движений быть не должно. Это командный рисовальщик. Игра для взрослых. По правилам, всем вместе взявшись за веревочки, нужно как марионеткой управлять центром конструкции, где закреплен маркер. Им нужно будет нарисовать фигуру. Но сделать это возможно только при полном взаимодействии и взаимопонимании. Словом, работая в одной команде. Это один из принципов компании Северсталь. Мы с вами познакомимся, как правильно ставить цели, определять цели, влиять на результат. А также планировать свою работу. Потому что у вас впереди еще госэкзамены. И защита дипломной работы тоже сложный, но интересный этап. В то время как другие студенты еще на каникулах, для этих ребят сегодня начались занятия. Необычные. Место проведения база Торова, курс обучения три дня. Причем это не просто учеба, это тренинги, общение, тесное знакомство с компанией Северсталь. Но для начала знакомство личное, друг с другом. И презентация своего соседа. Семен все детство свое провел в аэропортах вместе с отцом. Отец у него парашютист. Долго уговаривал Семена прыгнуть с парашютом. Но в конце концов Семена уговорили друзья. Вот у него есть уже свой первый прыжок. Буквально за 10 минут юноши и девушки должны были выпытать у своего товарища самую важную информацию. В том числе и интересный факт из жизни. По мнению специалистов, это сближает людей. Людей самых разных. Валентина будущий инженер. С самим медкомбинатом уже знакома была на практике. Откровенно говоря, к студентам на производстве относятся, бывает зачастую не очень внимательно. То есть своих дел хватает, а к нам относились очень внимательно. То есть непосредственно мы не то что теории изучались, но и в практике нас допускали. Даже вот меня к станке, так сказать, непосредственно. Перезнакомиться и создать коллектив предстоит студентам здесь на базе. Семен занимается информационными технологиями. Признается, что с удовольствием бы пошел работать после университета на медкомбинат. Потому что его специальность там нужна и не только поэтому. В этой компании проработал мой дед, моя мать, сестра. В общем, очень много знакомых. Новая идеология Северстали, ценности, которым сейчас следует, появились и не так давно, пару лет назад. Кстати, формулировали их руководители компании именно в этих стенах, в этом корпусе. И уже два года подряд здесь же работает бизнес-школа для студентов. Для университета это очень хороший способ приблизить обучение к практике, к потребностям производства. Потому что до этого мы много критиковали разрыв между теоретической подготовкой и потребностями компании. В жестком рабочем графике ребята будут встречаться со специалистами по кадрам, молодыми работниками, которые уже смогли сделать карьеру на комбинате. Узнают, кто такие навигаторы. Познакомятся с проектом «Постоянное совершенствование». Задумано здесь с такой целью, чтобы ребята немножко отдохнули, отвлеклись и немножко со стороны посмотрели вообще на то, чем они занимаются, где они учатся и в каком городе они живут. Потому что их будущее, я думаю, непосредственно все равно будет связано с нашей компанией. Потому что мы отобрали лучших ребят, кто будет работать в компании, кто хочет и у кого есть потенциал. Практически все выпускники, кто прошел бизнес-школу в прошлом году, теперь работают на медкомбинате. Наверняка этим шансом воспользуются и эти ребята. Дело за малым. Защитить диплом в этом году и уже сегодня построить мост Леонардо. Конструкцию из палочек без единого гвоздя. Это тоже игра для взрослых, которая учит быть одной командой.